Доброго времени суток! 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 Добрый бомба! Только сейчас доходит до флэнта! Но я думаю такой клаш без диффузов! Да! Не вытащить! Ну сейвить смысла не было! В любом случае дальше у нас закуп! У команды имьюнити! Поэтому с этим гориллом можно было и отдаться! Так! Тем временем я тоже тут перезахожу в Counter-Strike! Что-то у меня тоже не вся менюшка работает! Шалит! Шалит джифинити! Ну на стриме вроде бы все хорошо! Карту видно! Ну и как мы видим! Первые баи для австралийцев! Да! Что они делают? Играют без АВП! Мы видим 4М-ки 20 патронных! Видим одну полную! И с ней играет Джеймс! И Джеймс играет на Бэбленте! Ну что! Выход центра! Есть первый минус! Джеймс убрал своего соперника! Есть инфа, что за цементом! Да! Австралийц! Но как ставит этот Intel на свои 10 хп! Рикин просто великолепно только что разыграл 2 хэдшота! И вот я думал, эта связка, которая играет центра плюс 2 бетом, неплохо вышли! Казалось, по респауну они должны были там первыми принимать, давать минусы! Но... Вообще сработали действительно хорошо! Ну не за счет первых двух игроков, за счет Рикина! Да! Рикин тут очень хорошо проперся! Полностью установил Акаду центра! Задача Натинга просто поставить бомбу! В планете никого! В планете никого он может спокойно дать своей команде небольшой бонус! Подожди! Наслик это Наслик! Первый пошел! Забирает Рикина! Еще два! Правда конечно пуловых! Это Юстила и Снайпер! Но бомба есть! Одного заберет один на один! Можно и подергать! Почему бы и нет! Это будет замечательный клатч раунд! В исполнении игрока Cloud9! Но... Опять же шансов очень мало! Мало хп зажат в точке! И нужно первого буквально сказать что тут забирать! Видел голову! Нет! Не попадает! Ну и тут очень! Ох! ХЕшка трехочковая у Ту Стило! Кстати Натин видел что он с ХЕ в руках! Но тем не менее не очень придал этому значение! Ну и по итогу вот он первый раунд! Первый закуп! Имьюнити возможно сейчас наконец-то встрепенутся! Раскачаются! И покажут нам бой! Потому что на Инферном была катка в одни ворота! Ну не думаю! Там очень много денег пока что у игроков в атаке! И вот мне кажется сейчас будет какое-то совершенно другое решение! Возможно выйдут либо Б либо Мидл! Причем так массово! Как минимум АВП появляется у нападения! Скадул! Возможно будут его подсаживать! И просто по дефолтику отыграют от центра карты американцы! Но тем не менее! Чтобы поломать экономику клаудов! АВИК на Аплент пошел! АВИК пошел на Аплент! Подсадка в Мидл! Такой дефолт! Решили разыграть Клауд Найн! Ну и не будут спешить! Один игрок под Б контролит! Ну и сейчас собирают информацию Клауд Найн на позиции хеймонити! Ну и дальше будет приниматься какое-то решение! Дымы пока что по дефолентам здесь быстренько не сыграть! И в центре тут на всех мы видим в ключевых позициях дым! Ну это не спасет австралийцев! Там как бы они долго не откидывались! В конце-то концов придется! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Они тут мандражируют немножечко! Не знают откуда ждать гостей! Рики! Рики! Давай, давай Рики! Что-нибудь сделай! Выйди агрессивно! Посмотрите какая ситуация! Рики! Он сидит, сидит! Ну ждет халявы! Ждет кто-то будет боком, спиной! С этого момента Юстила дает минус! Не дает просто шансов! Пока что здесь... Вот игра от АВП! Ну! Хороший Искадунул! Ну и вот теперь могут быть проблемы! Хотя идет смещение! Совершенно другую точку! Хотя вот ворота! Куда пошел! Прострел ММэйджин сейчас просто уволил оппонента! А ну что не будет сейвить? Пойдет воевать! Попытается наверно! 40 секунд хороший минус! Но дальше великолепно снова играет игрок австралийской команды! На этот раз и Мэйджин! Ну и вот-вот они пошли раунды! А как-то денежек и нету больше! По ЭКО или вот сейчас нужно сэкономить тэками возможно? Знаешь, Ван, ну где-то два часа назад с тобой вот обсуждали вообще все, что может быть в этом матче. Да, и мы говорили, что в принципе вполне вероятно 1-1 при БО2 формате. Опять же говорили про этот кэш, который неплохо играют в эмунити. Но пока что можно сказать только об одном, что, черт возьми, эта карта будет гораздо интереснее, чем предыдущая и все-таки здесь должен быть бой. Да, ну вот для таких аутсайдеров, можно сказать, группы Б, 1-1 это плохо и для одной и для второй команды. То есть, вот хотя бы кто-то набрал 3, это уже шансы выйти. Но если они между собой будут играть 1-1, то там уже Virtus.pro титаны. Ну, пока рано все-таки Cloud9 называть аутсайдерами. Какой хэдшот по Джеймсу! Дальше отвечает снайпер. Но тут, наверное, будет великолепный выход атаки. Посмотрите. Ну, в пленте все еще игрок, по нему есть инфанал. Как его убить? Клпа пришла! Да ладно! АВП теряют, два снайпера сейчас сыграют Cloud9. Это просто провал за провалом. Веколепно играет Скадудл. Может ставить плент. Ну и все. И Мэйджин один. До свидания. Cloud9 берут очередной раунд. Это уже четвертый в атаке. И снова ломают зубы своим австралийским соперникам. Ну, очень уверенный раунд. И вот я ждал. Боевой прям такой раунд получился. Ты агрессии на Б. Вот в предыдущем раунде. Ну, ничего страшного. Вот на один раунд не угадал. Но все-таки быстренько сменили направление атаки. И, как оказалось, там никто не готов к этому. Да, там АВП куда-то выбегает в дымы рашить. Это было что-то крышесносное. Ну и все. Мэйджин один. Тут ему только сейвить. Команда Cloud продолжает наращивать обороты. Ну, а вот с австралийцем, конечно, пока тяжело, учитывая, что они выиграли ножи, что они снова за сильную сторону. Кстати, вторую карту они в диффенсе. Но, тем не менее, результаты оставляют желать лучшего. И мы пока что надеемся на борьбу. Но Cloud'a доминирует. Оставляю второй АВП. Nothing плюс Cadill пытаются реализовать эти девайсы. Но, что касается австралийцев, там, понятное дело, эко. И все печально. Так, я вот пытаюсь посмотреть наш параллельный стрим. Неужели там уже закончилась встреча? Вот у меня он почему-то упал. Но, ребята, если вы не смотрите наш второй стрим, я вот попытаюсь вам все-таки сообщать о том, что же там происходит. И, ну, видимо, закончилась игра пока что. Либо там ребята что-то перезапускают. Ну, у нас пока все хорошо. Минус от Nothing из ВП. И, ну, тут очередной разрыв. Cloud9 еще лучше. Ну, тут просто в ноль. Конечно, там был слип, но одна эмочка была. Хоть какой-то размен был попытаться сделать австралиец. Ну, и, друзья, все больше и больше эта встреча напоминает нам какое-то избиение. Очень уверенная первая карта от Cloud9. Ну, и мы видим на второй они также продолжают уверенно атаковать. Да, там вроде бы за что-то цепляются иммунити. Ну, опять же, вот где-то два-три к одному раунду берут парни. Точнее, наоборот, один к двум, один к трем из иммунити. И все равно при смене сторон, когда Cloud9 будет защищаться, мне кажется, там вообще будет все печально. Да, чтобы доминировать иммунити, минимум десяточка нужна была на карте кэш. Ну, они уже отдали пять. То есть, ну, десять-пять. Тем более, снова эко. Ну, да. Да, они выиграли вторую карту. И там уже вот титаны ждут иммунити, которых мы сейчас здесь. Они смотрим, да, иммунити здесь. И поэтому на нашем Starluder 5 канале игра раньше не начнется. Пока здесь ребята не закончат. Ну, и вот что... Подсадка в мидл пытается рисковать. Австралийца это себя оправдывает. Ну, все равно это пистолетка. Поджим хороший. Эко, можно сказать, да. Даже пистолеткой это не назовем. Но дальше уже все контролится. Юстил остается. Один шестой раунд для Cloud9. И... Задача забрать АВП. Знаете, возможно, мы сейчас увидим и так пару АВП от команды иммунити. По-моему, они сейчас будут делать сильный упор. И, возможно, это будет два авика. Вот почему-то как-то они до этого момента очень легко читаются. Ну, давайте смотреть. Есть первый авик. Риккин пошел. Второй. Есть два авика. Пожалуйста, есть и Джеймс. Ну, я думаю, американцы, то есть не лыком шиты, догадываются, что там такие два жестких слива. Что, скорее всего, авика, возможно, даже и два. Ну, посмотрим. Иммунити нужно менять. Нужно рисковать. Как-то выкручиваться из ситуации. Потому что уже шесть раундов атаки. Набрали Cloud9. Ну, что это будет? Выход мейн от Джеймса с АВП. Да, под флешечку дефолтик. Опачки. Ну, ждал этого Скадудл. Первый минус под точкой А. Остается всего лишь один игрок дифонса. Ну, и тут не позавидующий стилу. Решает агрессивно. Выходи. Ну, аркада мейна, аркада дверей. Все получается. У атаки все играется. Все грамотно. И, казалось бы, с такой легкостью все это демонстрирует нам Cloud9. Но, опять же, поймите сами, ребят. Просто, по-моему, иммунити не готовы к этому чемпионату. И нужно учиться этим ребятам, учиться и учиться. Но они прошли. Они здесь. И это уже хорошо. Может быть, в следующей игре они нас удивят. Но в первом открытии матча. Свои первые встречи здесь страдания. Хорошая флешка. Ой, я не дожал. Он просто отпустил только что. Да, сам поверил, что сделал минус. Ну, и вот почему я люблю М-ку с 30-ю в адронами. Рикин. Хороший минус. Может быть, второго заберет. Уже Молотов пошел. Ай-яй-яй. Ну, тут спиной куда-то пытался манцеваться за Ищи. При том, что там Молотов был. Перешифровал. Да. Спорное решение. В итоге седьмой раунд в копилке Клаудов. Супер закуп М-Юнити не помогает. Нужно снова делать экономически. Ну, и тут очень много эко на самом деле у М-Юнити. Подряд практически они с пистолетами, с пистолетами, с пистолетами. Ну, а для недавно подключившихся, друзья, прямой эфир чемпионата, который проходит в Лондоне. G-Finity 2015 Spring Masters. Второй сезон. Ну, и второй параллельный матч. Наверное, первый, можно тоже так говорить, на нашем стриме. Клауд Найн Мунити. Вторая карта. И она по-прежнему идет под диктовку американской команды австралийцы. В принципе, как и американцы в параллельном матче против НИП, ничего не могут сделать. Да, Юстила неплохо застилил АКМ. Дальше попытается... Ну, без армора все равно ему будет тяжело любой спрей. Минус 2. Минус 2. Минус 2. Может быть, и третьего заберет. Минус 3. Пустила. Еще и бомбу выбил с первого. Ну, госпожа Фортуна улыбается наконец-то команде. Имьюнити. Последний Шангарес. Ну, что? Клач. Здесь много просто вот всего. Знаешь, там и вот больше хотят уже раунды брать. Иммунити и подфартило. И немножечко отпустили игру Cloud9 в этом моменте. Ну, вот где-то так вот и проперся один игрок. Хорошо. Просто не чекнули. Клауда двери. Ну, вот 7-3. Ну, даже 8-7 уже не устраивает имьюнити. Нужно в корне просто что-то менять. Перехватывать инициативу из рук команды Cloud9. И только после этого, возможно, будут делать камбэк австралийцы. Хотя, вот, по большому счету видно, что, ну, на голову выше пока Cloud9. Ну, мало кто ожидал великолепной игры от австралийцев. Да, да, были какие-то результаты. Может быть, надежда на то, что они хорошо играют. Но, вы понимаете, все-таки Cloud9, американцы, которые играют в Европе и у самих там лига хорошая. Ну, они должны быть явно более лучшей формой. Но мы видим вот начало очередного 11-го раунда. Джеймс дает первый минус. И какая-то вот надежда появляется иммунити на четвертый раунд на второй карте. Да, сейчас нужно поломать экономику американцам. Хотя, до этого еще далеко. Ну, вот сейчас, если затащат 5-4. Тем более, тут подсадка. Imagine хотя бы одного должен 100% выбивать из этой позиции. Ну, а что касается террористов, просто выхода. Ну, да, действительно, это чистый выход на плен. Здесь уже третий игрок защиты сместился. Снайпер, причем Бупор, Демак, будут принимать своих оппонентов. Имунити, знаете, так вырисовывается, что по идее должны принять и убить всех. Но, выход с минусом, нет-нет, не будет выхода с минусов. Снайпер, Юстила. И мы, ну, вообще, вообще... Ой-ой-ой, Скаду, ну, куда ты пошел? Ну, такой, хоть одного, но убью. Своего затащу, да. Ну, хорошо. Ну, а смысл отдать УВП? Хотя, наверное, его бы, в любом случае, загнали. Деньги есть, по крайней мере, у Шрауда. 11 тысяч, пять, четыре, восемьсот, шесть, две, сто. Но у Приказоида пока что не идет игра на второй карте. И по экономике мы это также видим. Но есть Бай, есть АВП Скадудла. Два АВП в защите по-прежнему играют. Ну, и вот, возможно, что-то стоит снова менять. Клауд Найн в атаке. Возможно, еще один такой неожиданный раунд сыграть на АБ Плэн. Хотя мы понимаем, что там теперь есть Джеймс. Там есть Авик. И вот теперь более позиционную игру нужно где играть. Интересный момент. Но тут его уже начекали у Стила. То есть, возможно, трехочковый сейчас продамажит Клаудов. Ну, смотрите, мемьюнити как-то поувереннее уже выглядят. Ну, в этом раунде, по крайней мере. Ну, это защита. Тут вообще, ребятам, надо было как можно больше раундов брать. А пока мы живем, что их избивают. Все равно кэш. Да, кэш в атаке семерка. То есть, Клауданы должны быть уже более чем довольны собой. Но у нас выход Б. Пожалуйста, Настинг. АВП уже слышит игрока под собой. Переводит прицел с главки. Ну, и вот теперь вообще ему будет очень-очень тяжело. Сейчас полетят сюда гранаты какие-то. Мимо него прошли все. Тут Молотов дым на КТ. Хелпы нету. Молотов еще наверх. Все, пришел Скадудл. Он чекает девятку с АВП с главки. Теперь там маленький пиксель, по идее, должен давать первый минус. Ну, и что? И что? Надо идти выбивать, да? Четыре, пять. Накидать кучу гранат. Девятку не зачекали. Минус хороший. Может быть, еще дальше развитие атаки. Но контролит девятку пока что Скадудл. Увидел игрока, который прошел. Но Шраут. Все, 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 все. Да. Все контролируют. В итоге два в четыре. Узбогойтесь иммунити. Диффузики были, но все равно восьмой раунд для кладов. Они, в любом случае, первую половину уже выиграли. А теперь вопрос, только с каким счетом ловит. Шона как-то, что он подставляется. На карте Трейн вообще не умирал. Тут мы видим погибает. Да, ничего страшного. Лайл. Понимают, что они намного сильнее в этом матче. Намного у них... Сильнее все. Тактика. Стрельба. Не знаю. Настроение. Подготовка. И, в принципе, ну те, кто поставили на иммунити, вы такие отчаянные ребята. Но либо вы австралийцы. Да. Что тоже не исключено. Напоминаем, это у нас GFINITY. Второй сезон. И только первый игровой день. Сегодня-завтра огромное количество матчей. Группы отыгрывают параллельно. То есть много КСа. Много ярких поединков. И начиная уже... Послезавтра будет два полуфинала и финальный бой. Ну, послезавтра нам, в принципе, один стрим всего лишь понадобится. Непонятно пока, кто будет работать на этих матчах. Но, скорее всего, Страйк и Слэм. Возможно, вот они вообще весь финальный день вдвоем. Работают, а мы посмотрим. Ну что? Смогут что-то интересное нам Клауда продемонстрировать вот в очередной своей атаке? Пока что не очень. И Мэйджин дает минус. Пытаются Аплент от снайпера отыграть пока что медленно. Клауда. Здесь уже четыре игрока защиты. Потому что Рикин поджал с Бэй. И, в принципе, вот Шон в центре. Очень важно, как сыграет. А он и дает минус, но в это время уже все. Да, все рассыпались под точкой А. Ну, как-то первых раундах Клауда легко заходили в Плэнт. Сейчас их уже начали принимать им Дюнити. Но поздно, поздно проснулись ребята. А 8-5 остается всего ничего раундов. И первая эко для американцев. Ну, там есть шесть, да, но не будет. Ну, теки кинет там друзьям своему, наверное. А вот смотри, сейчас это банальная аркада Б Плэнт. Нет, не пойдут. Не хотят на Б Плэнт, ребята. Как-то их убивают под А, они все равно туда ловят. Ну, значит, в следующем раунде 100% пойдет американская команда на Б Плэнт играть быстрый раунд, если позволит респаунд также. Ну что, вход под флешку. Первый минус от Устило. Уволил просто Шонгареса. Что-то знают. Сразу молотов в дверь. Ну, то есть, ну, тут, конечно, слишком банально просто пытаются играть акраунд Клауда. И... Да, ожидаемо, абсолютно. Иммунити уже немножко разыгрались вот тоже вот. Пошло, пошло, пошло. Может, они нас удивят. Может, там пистолеточку сейчас там подпотеют. Первый оружейный подпотеют. И там уже и пять раундов плюс. Ну да, там уже интрига начинает появляться какая-то. Но мы видим, что, наверное, вот и не сейчас все. Сам спалился. Приказывает, есть минус. Ну и последний с Ка Дудл. Да, с АКМом, но против четырех оппонентов тут. Тут. А там уже три спауна. Ох, нашил. По Рикину. Ну что, в итоге все равно. В итоге все равно. Он с Солом. Но с Бомбой, правда, уже. Уже, уже что-то можно удовольствовать. Вырисовывается. 50 секунд. Если заберет Юстила, ну не заберет. Нет, там слишком все подло. Миддл. У Стила, кстати, не в первый раз в этой позиции. Возможно, она чекает. Но там нет армора. То есть, Юстила тут может просто... Чекать нужно. Чекает. И просто Юстила первым нажал на кнопку, потому что мы видели, Скадудл выходил... Догадывался. Ну, я смотрел с лица Скадудла. И там он четко выходил. Вот прицел на голову навелся. Он просто позже нажал. Потому что первая пуля игрока защиты сбила весь прицел. И он уже улетел в потолок. И все. Ну что, последний раунд первой половины. И мы видим Скар. Просто плетка. У Рикина. Я не понимаю, почему Клаудаток уперлись все-таки в этот Аплэнд. Они один раз сыграли Б. Он один раз получился. И... Ну, это сплит с медлом будет. Но тоже на Б. Хорошо. Без быстрой аркады. Посмотрим. С дымами здесь агрессивно пытается играть Сайфер. Его очень легко забирает сейчас Скадудл. Пошли гранаты в девятку. Все. Наверное, уже хилпа не успевает. Да. В Б никого не осталось. Все. Дым девять. Дым под девять. Джеймс там попытается что-то выцелить. Но позиционно великолепно играет Клауд. Да. Вот он. Просто Б вышли. С плитом забрали девятый раунд. Ну, если иммунити не раздадут и какое-то австралийское кунг-фу не покажут нам... Не покажут. Забрали одного. Ну что, четыре в четыре. О, какая хаешка. Сейчас будет просто зажатой кнопкой вылетать парень. Ну, давайте посмотрим. Ну что, иди вперед, братан. Давай. Пошел. Безумно. Просто зажал. Девять шесть. В первой половине Клауда продолжают доминировать на карте. Да, остается забрать пистолетку и, в принципе, забрать пару раундов Клауд Найн, и они выигрывают эту встречу и получают три очка. Напоминаем, что если команды заканчивают один-один по картам, то всего лишь по одному очку они получают. А если ты выиграл две карты... То три. То три. Поэтому стоит подпотеть, я думаю, на всех картах, и стоит уверенно побеждать. Потому что скандалы, интриги и подсчеты там вот завтра вечером могут действительно появиться. И там вообще какие-то там просто один выигранный раунд может решить судьбу. Какой-то из команд начинается пистолетка. Давайте посмотрим, что нам покажут иммунити в атаке. Ну и смотрите, что делает Шраут. Куда ты пошел? Дал два минуса. Все сделал. Уже вместе с своим тиммейтом минус три. Пока. Австралийцы. Да какой разрыв. Здесь бомба, мясо, кровь. И Слэм зашел. Посмеялся и ушел. Да. Ну что, тут без шансов. Просто пять в ноль. Шраут на ноге. Вышел такой уверенно. Две пачки. Бомба выпала. Австралийцы понимают, что с Клаудами им тягаться пока еще рановато. Ну и проиграли пистолетку. Практически проиграли игру сейчас. Ну, наверное. Все-таки, наверное, да. Уж если так неуверенно играли иммунити в защите, то чего нам ждать в атаке таких парней? Довольно интересный бай. Скаут. Вообще такой фармфганов парочку заходит. Два фамуса в защите. Да. Он тут пытается уже что-то выдумывать. Клауда Шангарес. Супер пропрыжки. Ну и выход вроде бы как под А планируется. Меденный. Кстати, очень неправильно. Там один на самом-то деле Шангарес находится, а смотрит полностью два игрока middle, два игрока B и такую сплит аркаду ждут. Опа, Шрау. Ну это подсадку законтролил. Также минус от Шон, но он здесь один, на него выходят три игрока. Уже есть халпа в перемычке. Да, но задача Шона не умереть. Дать инфу. В одни ворота снова раунд с тэками. Без потерь второй раунд подряд. Просто убивают сейчас Cloud9 команду иммунити 11-6. И что? Что? Да еще раз сольем. Все живы, денежек нету. Иммунити даже при желании форсануться не смогут. Ну тэг броня, но мы увидели, что это в принципе не сработало. 11 у Cloud9 и они прекрасно знают, что там full. Для недавно подключившихся, друзья, напоминаем, что два стрима у нас работают параллельно. Вот на первом стриме две карты закончилось. У нас вот-вот закончится вторая карта и еще по шесть. И на первом и на втором стримах мы посмотрим по шесть карт. То есть 12 еще в сумме будет. То есть по три встречи будет и тут и там. Поэтому, в общем-то, есть на что посмотреть у нас в эти дни. Да и завтра. Завтра точно так же. И еще больше. Завтра мы раньше начинаем. В двенадцать, по-моему, или в час. В двенадцать по киевскому времени. Вот я точно знаю. В одиннадцать по центральноевропейскому времени. То есть завтра будет по более матч у нас. Ну и завтра мы узнаем топ-4. Завтра мы узнаем полуфиналистов. Команды, которые уже в любом случае хоть по пятерке, но получат тысяч. Ну и команд, за которых мы болеем. Сегодня будет матч на Ату-Свинсер. По-моему, две игры сегодня у этих ребят. Ну на нашем стриме одна, вторая параллельно. То есть по-любому две. Но, скорее всего, вторая на плеере StarLadder 5. Ну, сегодня играют Na'Vi против Liquid. И, по-моему, по-моему, на самом-то деле больше Na'Vi. Сегодня Na'Vi, значит, отдыхают. Да. Одну игру они сегодня сыграют. Против Liquid, которую уже уступили не пам. Салат просто. Ну, это будет у нас на стриме вместе с кваном. Но через игру, друзья. Через игру. Далее Fnatic против Vox. Разрыв очередной американской команды. Но теперь уже шведы будут. Австралийской. Vox из Австралии. Ну, да. Австралийской, извиняюсь. Чё это это? Чё это это? Вспомнил матч NiP Liquid, который вот не так давно завершился. Да, ну там продолжается ожидание на плеере StarLadder 5. Потому что катка Титан против именинки должна начинаться. Но именинки тут всё ещё с клаудами борются. Вот эта система, если задержка хоть в одном матче, то всё. Все начинают ждать друг друга. И, конечно, очень-очень сильно расписание сбивается. Ну, завтра у нас ещё больше матчей будет. По десять карт на каждом стриме. Поэтому, ребят, завтра вообще отдельно готовьтесь. Завтра мы будем тут просто рвать и метать. Ну что, James 1-4. Давай, James, попытайся сделать... Бульки на стрипе такой беспалево выходил. Ну и всё. По итогу Клауда берут тринадцатый. Нужно снова делать эко. Ну, слили всё им юнити пистолетку. После этого ещё два. Оружейный. И сейчас ещё один. Ну уж извиняемся, друзья, если мы немножечко с квадом потеряли контроль этого матча. Но здесь просто намного сильнее Клауд Найн выглядит, чем свои оппоненты. Их оппоненты из Team Immunity. Ну и давайте посмотрим, вот что же. Какое добивание всё-таки будет австралийской команды. В центр агрессивно выходят и те, и те. Сейчас будет мясо. Хороший минус от Скадудла. Здесь может быть опасно. Нужно... Ой, 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 ой. Как Tech 9 работает. Трофейный Tech забрал террористов. И их же, как мы видим, покарал из этого девайса. Ну, тут уже нагло пошёл, конечно. Причём сам, да. Там не было халпы двоих игроков в СБ. Ещё один игрок стоял за спиной. Сам полез, сам получил. Ну, у Рикина мы видим три хп. Ну, как-то очень просто. Как-то очень просто для Cloud9 в этом матче. Да, австралийскому КСу ещё далековато даже до американского, как мы видим. Ну, то есть, Америка отчаянется к Европе. Австралия пока ещё даже до Америки не добралась. Четырнадцатый раунд. Два до победы и до первых очков в группе B. Бой за командой Cloud9. Последние такие надежды пошли уже для иммунити. Возможно, последний бай. Последний оружейный раунд для этих парней. Под ноль снова почти закупаются. Есть ВП. На нём будет работать Рикин. Один игрок пошёл под B. Ну, будет, видимо, подсадка всё-таки здесь. Нет, пошли в мейн. Нет, Рикин сразу же пошёл принимать. Опа, привет. Чек. Хе. Это шо он не рискует? Ты видел, когда он торчал тут, кажется, через стену? Привет, Гейб. Привет, Вольво. Нужно фиксить. А ну что, дым в мейне? В принципе, начало дефолтное. Причём, кстати, один дым в мейне довольно интересно. Второй вот смачок. Атака стоит. Это будет раскид. То есть, они сейчас подготовят выход и, скорее всего, уйдут, потому что как-то все далеко. Вот мы видим тут банда раскидывальщиков сейчас собралась. Там очень такая, на самом деле, быстрая хелпа. Они, наверное, тут... Они уйдут, скорее всего. Или нет? Ай-яй-яй. Там вообще четыре игрока почти, считай, принимает весь врыв. И эти гранаты только, по-моему, атаки помешают. Мы сейчас увидим. Ну, Джеймс попытался вот на подсадку сыграть. Все слепые. Ну, Клауда уже просто пришли на хелпу. Очень долго именинти всё это делали. И я не видел, где эти молотовые, которые вообще не туда пошли. То есть, ну, как-то легко вообще для защиты всё было. Эти дымы, они только им, по-моему, помогали, я говорю, в команде. Клауд Найн. Рикин. Оп. Ай, ну, обидно промазал. Бомба лежит. Но это должен быть пятнадцатый раунд. Только чудо спасёт сейчас имьюнити. Подсадка. Рикин был готов. Мы уже в спину должны, там, совсем скоро убивать этого снайпера. Не пошёл, не пошёл Скадудл. Он просто будет его контролировать и ждать. А тут пятнадцать секунд до конца. То есть, Клауда могут стоять просто. Ну, видел, посмотри. Хорошо, прочекал. Но дальше моментальный размен от Настинга. Пятнадцать шесть. И вообще даже нечего нам с Кваном говорить. В аутнайн хороши в этой встрече. Просто разрывают иммунити. Ну, не знаю, вот что дальше делать ребятам из иммунити. У них там титаны. Ой. Ну, а у другой австралийской команды сейчас вы в Фнатике у нас на стриме. И мы будем наслаждаться хорошей игрой в Фнатике. Эти ребята тоже с юморком, возможно, и понеселятся немного. Нас порадуют какие-нибудь крабораундами. Диглами, возможно. Беретками двойными. Хотя, знаешь, первая встреча на чемпионате. Тоже попытаются, наверное, сыграть на максимум. Просто... И просто убьют. Тут просто зажимает Шон. Спокойно собирает из Скара троих. Выход Б. Причём это были калаши. То есть, они почему-то не убили его. Мы причём видим по скину, что не так много играет Шон. Да, там со Скара 44 фрага у него там на счётчике стоит. Да, такой... Не особый любитель. Но, тем не менее, три минусы сделал. Четвёртый фраг от Шона. Это казнь. 16-6. Ну, просто ГГБ. До свидания. 2-0 по картам. 3 очка получает Cloud9 в этом матче. Очень хорошо играют. И очень слабенько выглядели иммунитивы в этой первой игре. Далее на стриме, друзья, через короткую паузу... Фнатик Вокс. Фнатик Вокс, да. У нас Тафф и Кван, напоминаем. Ну, и Слэм Страйк. Ожидают иммунити. Титаны, наверное, уже разминаются. И, скорее всего, на Стреллдер 5 вот Титан, Тим иммунити игра пойдёт чуть раньше. Ну, а у нас Фнатик Вокс. Ну, в общем, и одна и вторая пара. Это, скорее всего, 2-0 за... Там, за французской командой, здесь за шведской командой. Да, самые жаркие матчи вечера. Мэнви Титан, Фнатик НИБ. Там будет ярко. Ну, и вот Нави Тим Ликвид. Ликвид пока не очень. Вот против ним вообще ничего не показали. Возможно, как-то разогреется к Нави. Хотя, конечно, фаворитами является именно организация «Рождённый побеждать». Ну, а пока короткая пауза, друзья. Возвращайтесь к нам минут через десять. Может быть, чуть-чуть поболее. По крайней мере, мы видим по таймеру 25 минут. Ну да, как начнут, так и мы ворвемся. Возможно, даже чуть раньше выйдем, чтобы вас оповестить о расписании графики чемпионата дальше. Да, пока немного музыки.